Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Зачитаю письмо, дам рекомендации, какой-то там ответ. И вы тоже в комментариях можете это сделать. Так что давайте приступим. Я нахожусь в декретном отпуске, детей двое. Старшей дочке 7 лет, младшей 2 года. Я замужем. У мужа есть нормальный стабильный доход. Через год мне выходить из декрета, когда подумываю про свою работу, на которую мне нужно будет выходить. У меня на душе немножко скребут кошки. Сразу останавливаюсь и скажу, что это скребут кошки, говорит о том, что я не хочу это делать. По сути, это против вашего, в принципе, базового желания. Не потому, что вы хотите дома сидеть, не развиваться или еще что-то. Нет. Вот выходить на работу, скребут кошки. То есть это, скажем так, в вашей душе, в ваших ощущениях сигнал для вас о том, что это может быть не то, чем вы хотите заниматься. То есть небольшой флажочек для вас. С одной стороны, мне хочется уже выйти в социум, работать, общаться с людьми, заниматься какими-то деловыми задачами. Реализовываться. И что-то самое главное, получать свои деньги. Но что меня останавливает? Я вспоминаю уровень стресса, напряжения. Просто даже от того, как надо бежать на работу к определенному времени, а дома заплаканные глаза ребенка мамы не уходи. Первую дочку муж отводил утром в детский сад. Я убегала на работу. И это всегда была большая драма. Много слез и истерик. Сейчас мне нужно будет старшую отводить в школу, потом бежать на работу. И непонятно, как будет вести себя утром маленькая. В садик она еще не ходит. Старшую я отдала в сад в 2 года и сразу вышла на работу. А младшую мы жалеем. Воспоминания из прошлого. И есть в этом свои трудности. На самой работе также было много стресса от того, что много людей, много коммуникаций. Рабочее пространство, open space. Это уже не говоря о самой рабочей нагрузке. Должность у меня бизнес-ассистент, помощник руководителя. Так, здесь остановимся. Будем по абзацам разбирать. Смотрите, в данный момент, в этом абзаце, что я прочитала. Скажем так, страх женщины. О том, что она, во-первых, вот здесь есть четкий, что я хочу. Заниматься своим делом, реализовываться и получать за это деньги. Акцентируйте свое внимание на это. Про работу. Вы занимались не до конца той работой, которой вы хотите. Там есть задачи бежать на работу. Стресс, напряжение. Это показатель того, что вам та работа еще до декрета не нравилась. Она была не вашей. Вам надо заниматься чем-то другим. То есть у вас уже тогда были не очень приятные ощущения. Вы, скажем так, себя преодолевали, когда шли на эту работу. Потом у вас наложился стресс. Ребенок вышла из декрета. Это я возвращаюсь, скажем так, ну не в кавычках, не в прямом, нелюбимая работа, да, но не которая до конца удовлетворяет меня. Есть какие-то, ну скажем, проблемки, да, мне не все там нравится. Я преодолевание, потому что есть. Так вот, я возвращаюсь к преодолеванию с новой нагрузкой. Чувство вины у вас возникает. Ребенок плачет, мама, не бросай, не уходи, я опять сбегу и так далее. То есть у вас наложилось одно недовольство, потом чувство вины за ребенка, два года. Сейчас очень много разговоров про садики, про готовность. Это вся история вообще индивидуальна. Я просто не как психолога, а как мама скажу, да, по своему просто опыту и своему ребенку, так даже скажем. Все дети, конечно, разные. У меня, в принципе, этот процесс более-менее легко прошел. Не супер катастрофа, но и не супер легко, да. Более-менее адекватно, да. Я как-то за месяц мы перестроили ребенка, то есть она условно пошла в социум. Так вот, два года, мое ощущение, что это рановато. Если у вас еще и связь была с ребенком такая, прям она прям мамина дочка на руках и вся вот эта история. У ребенка, например, повышенная тревожность, болел часто, очень нужно было внимания родителей. То, конечно же, отделяться в два года это рано. И поэтому ребенок вас трес, мама, не уходи и так далее. То есть где-то это рановато было. У вас вот эта травма, назовем так, есть. Ответственность, чувство вины перед ребенком, не хочется его травмировать. Когда я уходила в декрет, я допускала мысль, что мне уже не стоит возвращаться в офис, а стоит найти работу с более грибким графиком. Совершенно верная мысль. Придерживайтесь ее и дальше. Та работа вам вообще табу. И вот все эти два года декрета я постоянно размышляла о перспективах частной работы. Давно еще на последних курсах института я работала преподавателем английского языка. Получалось у меня хорошо. Ученики были довольны, я получала нормальный доход, полностью сама себя обеспечивала. Но у меня ни лингвистического, ни педагогического образования. Просто я хорошо знала язык. У меня была хорошая база, есть международный сертификат на знание языка уровень C1 Advanced. Один год моим преподавателем был американец, полгода я работала в Америке. От этого была у меня хорошая разговорная речь. В преподавании я старалась использовать игры, диалоги, больше разновидностей и практик. Я старалась, чтобы мои уроки были прежде всего увлекательными, а не нудными. Чтобы у учеников пропал страх, и они свободно разговаривали на языке. Ученики мои были все старше меня. И когда я завершила преподавание, ученики некоторые плакали, звонили менеджеру, просили дать им такого же преподавателя, как я. А я решила, что я больше хочу использовать язык на практике, общаться на нем и с представителями других культур, а не общаться с русскими на английском. Так я и попала в эту сферу деятельности, в которой я работаю сейчас. И стала расти как ассистент руководителя. Со временем английский язык в работе становилось все его меньше и меньше. И сейчас у меня административные задачи. Язык я не использую почти совсем. В итоге, последние два года декрета, я постоянно размышляла над выбором. Вернуться на свою работу в офис или уйти в преподавание английского. В первом варианте вернуться в офис, мне не нравится уровень напряженности, стресса и то, что мало времени, сил остается на детей, а еще и бытовые дела. Я больше скажу вам, именно вот этот офис, эта компания, этот стресс вам точно не подходит. Можно вообще крест ставить. У вас там все одно нет. Там плюсов никаких нет. По крайней мере, что я прочитала сейчас, за плюсиков никаких не было. Только потому, что я буду свои деньги зарабатывать. Но любая работа дает нам заработок и деньги. Соответственно, это вообще маленькая мотивация, она того не стоит. Во втором варианте стать преподавателем английского. Меня останавливает отсутствие лингвистического педагогического образования. Это нужно тогда его получать, а это очень много времени и сил, а я уже не студентка, опять же дом дети. Плюс на первое время, первые два года я понимаю, что мой уровень дохода не будет высоким. Также за то время, что я не использую язык, его уровень постоянно снижается. То есть уровень самого языка сейчас нужно подтягивать, восстанавливать. Мне нужен как минимум год интенсивных занятий. На это опять же нужно время и средства. Получается, что в идеале меня не устраивает ни первый, ни второй вариант. Но каждый из них, в принципе, реален, если захотеть и решиться. А теперь смотрите. Зачем нам хотеть и решаться на то, что нам не подходит? Вы сами, у вас хорошо работает логика, самоанализ, вы понимаете. Даже зачитаю еще раз, чтобы вы в этом утвердились. Это ваши слова, это не я придумывала. Получается, в идеале меня не устраивает ни первый, ни второй вариант. Да, а вам надо найти идеал. И не опираться на костыли, которые были раньше, вас поддерживали на свой предыдущий опыт. А создать себе новый идеал для себя. Что-то абсолютно другое и новое. То, что меня будет устраивать на 100%. А знаете, что это? Трудозатраты. Это напряжение. Это надо делать. А вот старый, прочий опыт очень удобно, комфортно. Ничего менять надо. Моя зона комфорта. Да, вам надо выйти из зоны комфорта. В идеале, чтобы вы... Вот идеал, мы зовем, это формула счастливого человека. Чтобы я была счастлива, мне надо начать вообще что-то другое. Потому что не то и не то. Я себя не там и не там в прошлой работе не чувствую комфортно. Или не чувствую себя удовлетворенно. Где-то востребованно. Про педагогику и так далее. То есть недовольна собой, как уровень языка падает и так далее. То есть условно я не до конца на 100% буду счастлива, если буду это делать. Мы исходим, если вы про счастье и работу с психологом, мы смотрим, что сделает меня счастливой. А не компромиссы, на которые я должна пойти. Мы про счастье. Потому что happy mom, happy wife, happy life. Happy mom, happy family, например. Счастливая мама будет. Дети будут счастливы, будут вас спокойно отпускать на работу. Не переживайте, они будут видеть счастливую маму. Я себя спрашиваю, а какая моя идеальная работа? Ответ. Работа, связанная с коммуникациями, с представителями других культур на иностранном языке. С возможностью иногда два раза в год летать в заграничные командировки. Общение с людьми других культур это что-то дает мне энергию, вдохновение, интерес к жизни. Для этого мне нужно вплотную заняться языком, потянуть уровень английского. В идеале бы еще иметь второй язык. У меня было знание турецкого языка на разговорном уровне. Я работала тогда в Турции и могла общаться на простом бытовом языке. До этого еще два года учила его по книжкам. Но сейчас, в отсутствии практики, опять это все ушло глубоко в подсознание. В общем, у меня есть способности к языкам. Это я заметила, кстати, да. Но нужно этим заниматься, уделять этому достаточно времени, сил, которые сильно ограничены. Я описала образ идеальной работы, но потом я начинаю думать про детей. Они еще очень во всем нуждаются. Старшая вот только в этом году пойдет в школу. Она часто говорит, что ей не хватает моего внимания. Это при том, что еще я сейчас постоянно дома, в декрете. На большее время не уделяю младшей дочке, конечно. Маленькая сейчас пойдет в садик, ей тоже будет меня не хватать. Это еще ближние пять лет сильная потребность в маме. Так, теперь смотрите. Вот здесь что я вижу? Внимание детей. Мы сейчас одиночку разберем. Это отговорка для меня самой. Я нужна своим детям для того, чтобы не принимать решения, для того, чтобы стать счастливой. Запомните эту формулу. Я сама себе запрещаю напрячься. Может, я не хочу, конечно, напрягаться, выходить из зоны комфорта. Но у меня есть классное оправдание. Я нужна своим детям. А теперь к вниманию детям. Послушайте, ваша дочка четко вам говорит. Мама, мне не хватает твоего внимания. И вы даете ответ. И это при том, что я дома. Да, конечно, я сама уделяю больше внимания младшей. Ответ вот он. Не потому, что вы заняты работой, домом, пастерушками, готовкой. Потому, что это ревность. Девочка ждет внимания персонального к себе. Такое персональное, которое есть у младшей дочери. Понимаете? Теперь записываем в блокнотик рекомендацию от психолога именно для вас, для вашей ситуации. Не знаю, каким образом. Из кожи вон надо вылезти. Но у вас с дочкой раз в две недели. Раз в месяц это мало. Раз в две недели. Или идеал раз в неделю. Пардон, раз в неделю. Максимум раз в две недели. У нас есть время, когда мы с ней вдвоем. Мы либо вдвоем идем по магазинам. Мы ходим с ней в кафе. Мы вдвоем с ней ходим гулять. Мы с ней вдвоем. Без младшего ребенка. Например, это может быть какой-то выходной. Младшая дочка с папой остается. С бабушкой, еще с кем-то. Я не знаю вашу ситуацию. Еще как-то. Да, плачет, упирается и так далее. Ее надо занять. Вашей старшей дочери катастрофически не хватает индивидуального общения с мамой. Не в работе, делая вашей занятости. На старшую дочь индивидуально. У нее нет с мамой контакта этого. И она сейчас пойдет в первый класс в школу. Знаете, что у нее какой-то кризис? Она будет отсоединяться от семьи. Она будет уходить на долгий промежуток времени. У нее есть ревность и потребность в вашем общении. А она будет думать, а младшая это дома с мамой остается. Я вот, например, 8 часов дома не нахожусь с утра до обеда. А в это время все, внимание, младший уходит. Представляете, какая-то боль, какая-то зависть, какие-то ощущения. Допустим, младшая уходит в сад. Но ей два года. И если вы сейчас это сделаете, вы опять себе дадите чувство вины, чтобы ничего не менялось. Опять будете страдать. Как вы говорите, мы с мужем делаем выводы из прошлого опыта, наши ошибки. И она будет, да, кричать, я не хочу в сад и так далее. Потому что в два годика дети, это еще мое личное мнение, это рано еще. Просто кризис я сам переживет, и можно спокойно отправлять в садик. На самом деле это не возраст это дело. А индивидуальные особенности вашего ребенка, во сколько у него я сам кризис 3-3 лет настану. Но может быть на полгода раньше, может быть чуть позже, на несколько месяцев быть. То есть там погрешность есть. Но когда ребенок это переживет, от вас отделится, вы нафиг не нужно, сами будете. Он спокойно идет в шокол. Важен этот кризис. А вы сейчас ее сунете раньше в садик, и будет то же самое, как с первой было. А у вас чувство вины. Так вот, вы вообще создаете эту ситуацию ради чувства вины. А чувство вины вам позволяет не развиваться, не выходить из зоны комфорта, не менять работу, не менять свою жизнь, а сидеть, как было раньше, но быть недовольной. Мне не хватает денег, я не реализовываюсь, я не чувствую себя нужной, мне нужна связь, коммуникация с людьми, у меня этого ничего нет. То есть по факту дети, не в прямую, пожалуйста, не обижайтесь на слова, используются, да, ну вы понимаете, да, складываются так обстоятельства, я их сама так складываю, что из-за вот этих вот, это очень благие намерения, факторы, очень многие так люди живут. Но я вам чистую психологию даю, я сама себе запрещаю брать ответственность, развиваться и что-то пробовать. Знаете, почему, в чем прикол? Я еще до конца письмо даже ваше не дочитала. Это все от внутренней неуверенности, что у меня получится, что я себя смогу найти, что у меня получится или что меня поддержит в новом начинании. Если у вас это все получится и будет не страшно пробовать новые, выйти из зоны комфорта, один простой ключик к этому, когда вы найдете что-то реально, что вас интересует, то, что вам реально будет нравиться и то, что у вас внутри вот загорится ваше желание, я хочу это делать, вам все море по колено будет. Продолжаем дальше писать письмо, дальше читать письмо. Подытожим, я поняла для себя, что полностью была домохозяйка, посвящала себя дому, детям, это не мое. Но быть карьеристкой, у которой дети отданы няням, тоже не моя история. Хочу быть реализованной в профессии и уделять достаточное внимание детям, чтобы прийти к своей идеальной работе, нужно заниматься языками, вернуться, наверное, на прежнюю работу, чтобы вернуться в профессию. Вот смотрите, вы уже себе опускаете себя до нелюбимых двух вот этих работ, ну, не любимых, а не устраивающих меня до конца. Вы сами себе крылышки подрезаете, вы сейчас не написали о том, что мне надо что-то новое попробовать, что-то себя как-то узнать, а мои желания. Пока у меня два года перерыва, я вообще себя чувствую немножко неуверенной, не в форме в плане работы. А потом уже, обретя немного уверенности, искать что-то по своему запросу с возможностью гибкого графика. Видите, у вас здесь запрос, гибкий график, меньше стресса, у вас нет запроса, я счастлива и мне нравится. Желание. Вы искореняетесь, так можно сказать, игнорируете свои желания, не позволяете желать, мечтать, чего-то хотеть. Но когда я нахожу подобные вакансии, которые мне интересны, там обычно не гибкий график, а наоборот при работе, нужно ехать на работу куда-то в центр. А мне сейчас работа вообще в пешей доступности, а дома 40 минут, что тоже принципиально важно, чтобы успеть еще и к детям в садик прибежать вовремя. Я понимаю, что этот вопрос стоит в жизни многих женщин, каждый решает этот вопрос по-своему. Успешного примера, который бы меня вдохновлял у меня, перед глазами нет. Женщины, которых я знаю, или не работают, или им активно помогают бабушки, дедушки. А у меня такого варианта нет. Мама умерла в мою первую беременность, внучек даже не видела, папа живет своей жизнью, свекры живут в другом городе. Максимум, что они могут забрать детей на каникулы, что уже в целом неплохо. Муж пока работает на удаленке, поэтому есть возможность чем-то помочь, отвезти, забрать детей. Но как-то сильно на его рассчитывать мне тоже не приходится. А вот и ответ у нас, да. У меня нет поддержки, поэтому мне трудно, страшно вообще думать о своих желаниях. Я, скажем так, удовлетворяю желания своих близких, своих детей, где-то мужа, а себе, думаю, в последнюю очередь. Галина, есть ли у вас какой-то профессиональный взгляд на эти сомнения? Что это? Перфекционизм или тревожность? Это два вместе. И тревожность, и перфекционизм. Сейчас про это расскажу. Этот вопрос мучает меня годами с разной силой. Пик этих размышлений и мук выбора приходится на время декрета. Когда появляется время остановиться и подумать. Потому что вы не можете остановиться и подумать, знаете, что у вас в голове? Сомнения возникают, тревожность повышается. И будет вопрос, а что я могу, имею право что-то хотеть? У вас возникают к себе вопросики о своих желаниях и так далее. В итоге я так ничего и не надумала. То есть внутреннее ощущение, что я не использую полностью свой потенциал, что я теряю время. Мне 36, базовые потребности закрыты. Теперь хочется тратить время на работу, не просто ради ежемесячной зарплаты, а видеть в этом какие-то более глубокие смыслы. Вот это то направление, в котором вам надо размышлять. Найти эти глубокие смыслы конкретные, для чего я работать буду. Похоже, что текущее место работы, мне идти на это нет смысла. Раз у меня нет сильного желания туда возвращаться. Хотя меня там помнят, ждут и любят. Совершенно верно. Пару лет назад я проходила психотерапию. Мой запрос был таким. Расдражаюсь на детей, часто срываюсь на крики. Не хочу этого делать. Читаю книги по воспитанию детей, но каждый раз все повторяется заново. В ходе психотерапии мой психолог сказал мне, что у меня очень высокая нагрузка на нервную систему, на моей работе. Что мне нужно разнообразно уходить с этой работы, раз семья для меня такой приоритет. Больше отдыхать, больше делегировать. Мужу, например. Совершенно верно. Муж на словах готов помогать, но на деле ему просто об этом нужно напоминать. Пробовали, даже вывешивали график его прогулок с детьми на холодильник, но каждый раз этот график срывается под предлогом самых разных и всегда очень важных причин. Смотрите, график срывается, потому что есть замечательная автор письма, мама, которая, скажем так, наказания за график не будет, ничего не скажет. Он в итоге попсихует, попухтит, потарахтит, но муж знает, что ему это легко сойдет с рук. Условно проблем у него никаких не будет, поэтому он это и делает. То есть вы слишком много на себя вообще по жизни берете, это вопросик перфекционизма. А происходит он из-за тревожности, сейчас об этом расскажу. Еще немного расскажу о своей маме. Видите, мамы нет, а вам так хочется о ней поговорить. Знаете, что вам хочется? Вам хочется поддержки. У вас нет уверенности в себе. Нужна поддержка от мужа, вы ее до конца не получаете. То есть на словах получаете, а по практике вы знаете, что только слова у него. Так как мне кажется, что ее опыт также повлиял на меня. Мама была в разводе, растила двоих дочек, одна без помощи мужа. Всегда говорила нам, что работает на работе ради того, чтобы прокормить нас. Весь вечер стояла у плиты. Ну вы просто повторяете свою маму. Она всегда была в напряжении, очень переживала за нас, тревожная. В итоге достаточно рано, в 43 года заболела раком и также достаточно рано ушла из жизни. Мне же хочется быть для своих дочек примером. Более расслабленной, счастливой и при этом реализованной женщиной. Мне кажется, пока не очень получается. Не очень получается, потому что вы продолжаете быть как ваша мама. Это неудивительно, потому что вы маму очень любите и скучаете. Давайте я сразу вам надаю задание. Такая бесплатная консультация онлайн для всех будет. Первое. Любимые наши письма счастья. Напишите, пожалуйста, письмо вашей маме о том, как вы ее любите, как вы ей благодарны за то, что она для вас сделала. Структура письма. Мама, привет, как твои дела? Как будто бы мама в синем городе живет. У меня нет возможности тебе позвонить, поэтому я хочу написать тебе письмо. Я тебя так люблю, сейчас по тебе очень сильно скучаю. Так может быть. Затем я очень хочу тебя поблагодарить за все, что ты для нас с сестрой сделала. Двое детей. Может, я догадалась, сестра, может быть. Две дочки вы написали, да? Не братик. Я тебе благодарна, но, знаешь, я тоже хочу, чтобы ты знала, что у меня есть запрос о том, что мне в детстве тебя не хватало, я хотела, чтобы ты меня обнимала, больше с нами общалась, проводила время, а не была постоянно на работе или у плиты, чтобы ты меньше напрягалась и следила за своим здоровьем, какие-то рекомендации и так далее. И конец письма. Мам, я обещаю тебе, что я тебя люблю, ты всегда в моем сердце, но я не буду тебя повторять, я не сделаю твоих ошибок, ты для меня замечательный пример, как не надо, например, поступать. Поэтому для своих дочек я буду счастливой, я буду жить по своим желаниям и показывать им, как можно жить по своим желаниям, быть счастливой, выходить из зоны комфорта. Я буду для них замечательным примером. Вот это письмо написали. Вы там свое, конечно, добавляете, это я так чисто накидала из головы. Затем в идеале вообще это письмо отнести к маме. Окей, если этой возможности нет, например, то письмо лучше сжечь, но не оставить у себя ни в коем случае. Отправить. Можно положить в конвертик без каких-то познавательных знаков, положить реально в почтовый ящик, где штальт закончить, завершить это действие, это так. Как правило, на почте эти письма просто уничтожаются, там если ничего нет, там написать без каких-то там наклеечек, да, без адресов и так далее, в никуда напишите. Они его уничтожат, никто это открывать не будет, это никому не надо, а маккулатура. То есть вам надо это письмо доставить адресату, либо отправить в почтовый ящик, либо на могилу маме принести, либо уничтожить, сжечь, например, это письмо, чтобы его не было в природе. Вам нельзя это оставлять, эти эмоции, этот диалог с собой, потому что у вас внутри уже сейчас есть. Вы из-за этого, назовем так, страдаете. Второе. Углубитесь, напишите для себя, зачем я вообще в идеале, как вы говорите в идеале, давайте приближать идеал, как в идеале, для чего я работаю, зачем мне это нужно, зачем я пойду на работу, реализация, глубинные смыслы там были, опишите конкретно на бумажке для себя, какие глубинные смыслы я хочу достичь благодаря своей работе, что я хочу нести обществу, миру, детям, примером каким быть, пропишите, для чего вы сейчас будете ходить на работу, а может быть не ходить, а работать из дома. То есть это разные варианты. Для начала, чтобы дойти работу, вам надо понять, зачем она мне нужна, что я от этого хочу получать. Деньги, естественно, там будут, реализация, общение, практика языков, пишем-пишем, и обязательно вот эти глубинные смыслы. Первые два варианта прошлого опыта, работа учителем и работа в офисе, поставьте на них крест. Это самое простое, к чему мы можем прийти. Вы там не были счастливы. Если вы это будете повторять, к этому возвращаться, я вам 100% даю гарантии, счастливы вы внезапно не станете. Вы будете наступать на те же самые грабли, у вас будет тот же самый стресс, то же чувство вины перед своими детьми. Все, баста, мы эту страничку перевернули. У вас сейчас есть уникальный шанс, выходя из декрета, начать все с чистого листа. Для этого вам надо понять, чего вы хотите. Начните слушать свои желания, а не идти на компромиссы с собой, себя уговаривать. По поводу перфекционизма и тревожности. В вашем случае это два сопутствующих друга, параллельных, а даже где-то они обнимаются. У вас есть неуверенность в себе внутренняя, которая сейчас вот в момент декрета, как вы и сами написали, где-то увеличилась, стала побольше. Перфекционизм. Это добор своей самооценки. Как правило, в основном перфекционисты, люди любящие контролировать все вокруг процессы, ответственные, идеально доводящие, у которых все по полочкам, в работе, в жизни, во всем. Это фрик контроли. То есть люди, которые любят контролировать процессы и свою жизнь, для чего, почему они становятся контролерами, назовем так. Когда у меня все под контролем, мне спокойно, я контролирую ситуацию, мне безопасно, не страшно, я понижаю свою тревожность. Вот оно второе слово ваше, ваш друг сопутствующий. И следующий момент, когда я перфекционист, у меня все идеально, я в себе уверен, я повышаю тем самым свою самооценку. То есть мне кажется, вы об этом не говорили, но я сейчас то, что скажу, вы скорее всего обсуждали на психотерапии. У вас были такие темы о том, что это добор самооценки за любовь мамы, за недостаток с ней общения, быть идеальной, чтобы тебя заметили, быть хорошей, потому что мама тебя любит, потому что ты беспроблемная, ты маме не мешаешь работать, ты маме не мешаешь готовить, ты маме не мешаешь выживать, надо быть удобной девочкой, хорошей, правильной и так далее. И вот это слово перфект, идеальный, оно у вас в жизни застряло. Сейчас вы пытаетесь быть идеальной мамой для ваших детей, но при этом вы не замечаете, как делаете ошибки, делая дискомфорт вашим детям, за которые вы потом в итоге получаете чувство вины. Запомнили? Я вам до этого говорила, старшая дочка, индивидуальные часы, только мы вдвоем. Младшие дочки, скорее всего, еще рано идти в садик. Не делайте те ошибки, которые были до этого. Вот такие бы рекомендации, довольно-таки объемно, целые практически полчаса, но с полконсультации с вами прошло, пообсуждали. Спасибо всем большое за внимание. Девушки, кто в такое попадал, пишите ваши комментарии, ваши советы автору письма. Мы все практически через это проходим, или рано или поздно многие с этим сталкиваются. Для этого не надо рожать детей, а просто мы можем попасть в какой-то личностный кризис внутренний, когда мы сталкиваемся с тем, чтобы понимать, как мы живем, для чего несчастно, что вообще делать, как стать счастливым и так далее. Кому нужна моя персональная консультация в инфобоксе под видео есть моя почта. Пишите тема письма, консультация. Если вы хотите, как автор письма, прислать вашу историю, скажем так, для разбора, тема письма, история от анонима. Буду ждать. Спасибо за внимание. Всем пока.